В Покровске у городской купели прошли массовые гуляния. Там на крещенский обряд омовения в ледяной воде решились сотни горожан. Городская купель Покровска в пяти километрах от города. Крещенский обряд начинают со священия водоема. Читают Евангелие. Иисус Христос сам принимал крещение, а Дух Святый спускался с небес среди Волга, снисходил на него, для того, чтобы он над ним совершил святоводное крещение. После праздничной литургии самые смелые покровчане погружаются в ледяную воду. С головой! 13-летний Максим ныряет на крещение уже четвертый год. Мальчик уверен, купание в морозы укрепляет организм. Если вы окнулись три раза с головой, то существует поверье, что вы целый год не будете болеть. Так же думает и строитель Максим. Для него погружение в ледяную воду уже хобби. Нырать это как наркотик каждый год. Без этого никак нельзя. Очищается организм, дело, душа. Очень классное, тепло главное. А вот медики не столь оптимистичны. Говорят, купание в морозы полезно далеко не всем. Вода крещенская, я надеюсь, действительно лечит. Но только, наверное, здоровых. Если человек простуженный, если у него есть какие-то тяжелые заболевания, особенно сердечные, то ему это может быть небезопасно. Евгения в 200-градусный мороз окунуться не рискнула. Чтобы согреться, танцует. Песня хорошая, настроение отличное. Кофе горячее, что бы не потанцевать. А тут топка вот, топится здесь. На берегу водоема старинный самовар. Чтобы горожане не замерзли. Анатолий главный по растопке. Вот градусник стоит. 100 градусов, значит уже все кипит. Дровами отсюда топится, дымоход идет. 100 литров чая и сладости приготовили покровские кондитеры. Ждем, когда покупаются, походить к нам, пить бесплатный чай и угощаться пирожи на них. На углях. А Вячеслав для своих друзей-нырянщиков готовит крещенский шашлык. Обыкновенная свинина. Спина. Замаринована предварительно и все. За порядком на водоеме следили полицейские спасатели. По их информации, крещенские гуляния собрали у городской купели около тысячи покровчан. Ольга Соломяна, телеканал Донбасс.